Через горы к Черному морю от Лаганаки до Лауры испытания на прочность участников первой смены академии длилось две недели. Волонтеры не просто преодолели 50 километров горного маршрута, они готовили легендарную тридцатку для последователей, расчищали тропы и маркировали их. Мне заинтересовало именно этот проект, почему никогда не был в Кавказском заповеднике. Гулять люблю, путешествовать люблю, езжу по разным горам, в том числе в этом году был в Непале, в Гималаях. И мне заинтересовало, именно Кавказский заповедник, вот эти места, давно хотел. Плюс со смыслом, опять же, да, почему? Потому что ты принес пользу, уже надоело ходить просто так. Денис Илларионов приехал издалека, республики Коми. Он один из 30 волонтеров, которые с пользой для себя и Кавказского заповедника провели время. Географии участников академии, так же, как и возраст, разнообразны. Удалось попасть в волонтерский лагерь и сочинцам, причем юным. Лично для меня это очень большущий опыт. И то, что это была достаточно сложная работа, это почти что не виделось из-за того, что можно было насладиться видами Кавказского заповедника. После долгого и нелегкого пути 12-летний Миша и его старшие товарищи получили волонтерские книжки из рук главы Сучи. Анатолий Пахомов и сам не раз приносил пользу обществу на добровольных началах. Правда, состоял мэр не в волонтерской организации, а в Комсомольской. Была одна организация молодежная, называлась она Комсомол. И кто-то ее пытался сделать когда-то политической, но на самом деле никогда политической не было, потому что Комсомол занимался и туризмом, и спортом, и походами. Я также являлся активным бойцом студентских строительных отрядов, даже был награжден орденом. То, что о походной жизни знает не понаслышке, глава Сочи доказал у кутилка. Он приготовил участникам первой смены академии кашу с тушенкой. Подкрепившись, волонтеры приступили к своему финальному испытанию. Они оборудовали в вольерном комплексе тактильную тропу. У посетителей вольерного комплекса будет возможность не просто пройти по природному покрытию, а проверить свои ощущения. Им будет предложена прогулка с закрытыми глазами. Ждет гостей и пятнистый скиф. Кстати, участники второй смены, которые прибудут в Сочи 17 июля, будут оборудовать как раз тропу леопарда в Адыгее. Это запланировано не случайно, потому что именно со стороны Адыгеи сейчас и обитают те дикие леопарды, которые были выпущены в дикую природу в 2015 году. Но так как у людей нет возможности их увидеть, то мы делаем эту тропу, чтобы пройдя ее, человек мог полностью узнать, как живет леопард. В Кавказский заповедник пришло уже 50 заявок на участие во второй смене Академии. Но для тех, кто хочет сохранить Кавказские горы, есть еще вакантные места. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.